Бюджетникам Златоуста дают кредиты на льготных условиях. Микрозаймы всего под 9% годовых, педагогам и работникам культуры по инициативе главы округа предоставляет Фонд поддержки предпринимательства. Златоуст пока единственный город в области, где реализуют такой проект. Первый работник бюджетной сферы уже успел воспользоваться выгодным предложением. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Учитель начальных классов Татьяна Фролкина встречает гостей, среди которых глава округа Вячеслав Жилин. На днях женщина справила новоселье, вместе с семьей переехала в квартиру попросторней. Расширить жилплощадь удалось благодаря новому проекту администрации округа. В фонде поддержки предпринимательства педагогу с 30-летним стажем работы выдали кредит на выгодных условиях. Конечно, большое спасибо вам, Вячеслав Анатольевич, за содействие, то, что вы людям помогаете. Я, конечно, улучшила свои жилищные условия. Мы для этого и работаем, чтобы вам помогать. Сегодня фонд поддержки предпринимательства усиливает социальную направленность и предоставляет микрозаймы не только бизнес-сообществу, но и работникам бюджетной сферы. Татьяна Фролкина первой воспользовалась выгодным предложением. Теперь ожидают в фонде, ее примеру последуют и другие бюджетники. А еще нам, конечно, очень нужно это для молодых педагогов, которые будут возвращаться, это жители нашего города и приезжать жители других городов. Я думаю, что одно из предложений, которое позволит привлечь новые педагогические кадры. Мы совместно с экономическим управлением и с Романом Александровичем Болотом разработали правила предоставления микрозаймов и для работников бюджетной сферы. Это не только учителя, это работники культуры, в общем, все, кто связан с бюджетной сферой. И для них это новые возможности, так скажем. Для нас это дополнительные, возможно, субсидии, возможно, дополнительные клиенты фонда. Фонд выдает микрозаймы всего под 9% годовых. Такая форма поддержки – приятная альтернатива банковскому кредитованию, где применяется более высокая процентная ставка. Самое главное, еще раз говорю, то, что именно процент невелик. Во-первых, во-вторых, упрощенная схема подачи заявлений. Самое главное, цель одна – это улучшение жильщих условий. Но то, что сегодня мы видим, это вообще как бы такой ноу-хау. Нету в Челябинской области пока, кто представлял бы микрозаймы вот именно через центр микрофинансирования для сотрудников бюджетной сферы. Напомним, фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Златоусте открыли несколько лет назад по поручению главы округа. Предприниматели, а теперь и работники бюджетной сферы могут получить здесь кредит от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 12 месяцев. Отметим, что в прошлом году фонд выдал займы на сумму более 11,5 миллионов рублей.